Добрый день, здравствуйте. Кинопанорама с Юрием Рязановым. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Добросоцкий, автор сценария и продюсер фильма «Продавец игрушек». Здравствуйте, Виктор Иванович, в двух словах коротко о чем ваш фильм, почему такая идея? Так получилось, что возникла идея снять фильм, мы тут же выиграли конкурс в Министерстве культуры Российской Федерации, получили от государства поддержку, нашлись спонсоры, но как-то это было достаточно просто. Эта история случилась с Николаем Берсеном по дружескому. А самая история фильма, все говорят, что это сказка для взрослых, на самом деле основы все равно есть и жизни, потому что в свое время я встретил именно князя Борятинского. Этот князь Борятинский потомок князей Борятинских посещал Россию. И так уж получилось, что во время разговора, который у нас состоялось, когда я спросил, чем вы занимаетесь, он такой до этого был очень гордый, раскованный, потому что жил в апартаментах во дворце своего пра-пра-пра великого дедушки. И когда спросил, кем же вы сейчас работаете, плечи его стали вниз, он говорит, да я делал то, что я продавец с разборки. И вот так как-то получилось, что в течение, наверное, дней 12, пока я отдыхал в этом санатории Марьиной Рощи в Курской области, мне удалось написать вот этот вот роман, который в дальнейшем стал иметь большую историю. Это не вымысел, это, по сути дела, такая вот компиляция многих исторических фактов, потому что образ князя, он такой во многом основан на исторических фактах. Один из факторов был в том, что здесь в картине, вы видите, там волшебное стекло, действительно, это рождественное стекло было до революции утерян секрет, были особые перезвоны этого стекла, особое свечение этого стекла. То есть, в моем понимании, этот фильм полностью правда, которая могла бы быть, потому что часто в жизни мы не верим в сказку, мы не верим в то, что может произойти, а в жизни иногда происходят такие сказочные явления, которые не могут произойти даже в сказке. В вашем фильме играл Пьер Ришар, знаменитый французский актер. Насколько было трудно смотивировать, упросить его сыграть? Я знаю, что Пьер Ришар занятой человек, и, наверное, это стоило больших денег и больших усилий. Ну, дело в том, что известный фильм «Игрушка», кто-то подбросил идею мне, что неплохо бы, чтобы Пьер Ришар сыграл. Мы выслали ему, я специально написал для него роль, выслал эту часть, как раз, роль перевели на французский язык это содержимое, ну, и отправили. После этого его директор позвонил и сказал, что мы в российских фильмах, в принципе, не участвуем, потому что вы очень социальные, вы люди, которые ищут главные смыслы, вы не можете жить радостно, вы не можете быть счастливы, вы просто ищете везде смыслы какие-то социальные, или вы показываете пьянство сплошное, или наркоту, или там какие-то вещи, которые просто вот убивают внутри человека. А Пьер Ришар – это комик, это человек, который дает радость людям, и поэтому в данном случае мы к российскому кино подальше, 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 потому что это сложное кино. И, в общем-то, по большому счету, я забыл эту историю, пришел к замминистра культуры Бусыгину Андрея Евгеньевича, рассказал, говорю, так и так, надо же, вот хотел я пригласить Пьер Ришара, а он говорит, что наше социальное кино, оно не очень подходит, его амплуа это. Ну и он говорит, слушай, я сейчас лечу во Францию, встречаюсь с своим коллегой, замминистра. Который курирует в том числе и кинематограф. Я задам вопрос, может быть, как-то я говорю, ну, возможно, хорошо. Он звонит через три дня, вернулся из Парижа и говорит, здесь чудо какое-то. Дело в том, что я обратился к коллеге, а он говорит, я сегодня вечером иду в оперу с Ришаром и друзья, я ему расскажу об этом фильме. И буквально через два дня перезвонил продюсер, говорит, Ришар дал добро и сказал, что я буду сниматься в этом кино. Так получилось, что наметилось четыре дня между спектаклями, он много в спектаклях играет. Вот. И мы под него подстроились, улетели в Париж, и по большому счету мы с ним вместе писали часть французского сценария, потому что я понимал, что очень важно сделать из него такого гипертрофированного олигарха, смешного во многом, как смешные люди, часто богатые, которые ставят деньги как основу жития. И, в общем-то, Ришар мне тогда сказал, говорит, вы знаете, вы мне оказали огромную честь. Я говорю, что такое? Он говорит, дело в том, что меня никто не снимал богатым. Я всю жизнь снимаю бедных, еродивых, несчастных, все. А тут я миллионер, я даже не знаю. Вы мне доверили такую роль, вот сколько уже под финал моей жизни, и я играю роль миллионера. И вот он так был счастлив, с Сигарой, с Хеннесси, вот он сидел, говорит, я буду играть просто с удовольствием. Поэтому не скажу, что это было сложно, это воля случая, как и все, что происходило с этим фильмом. Кстати, даже режиссер Юрий Васильев отметил, что во всех натурах, которые были, рядом стояли храмы. Удивительно совершенно, с точки зрения таких символов, этот фильм, в общем-то, ну, как-то был освещен таким большим позитивом. Виктор Иванович, когда вот ваш герой Николя приезжает в Россию, в аэропорт, знаете, такая вот радужная картинка аэропорта, потому что я же бываю в аэропортах, они перегружены там у нас, а у вас аэропорт реально такой чистый, без людей, с такими елками. Это получилось случайно, как-то вот ночью снимали. Как вот удалось достичь вот такой вот красивой картинки, ну, первое впечатление как бы России, Николя, вот такой вот красоты аэропорта. И в каком аэропорту это снималось? Ну, только Внуково, значит, запустило новый терминал, только запустило, и мой приятель, один из собственников аэропорта, предоставил возможность нам полностью этот терминал под кино. Ну, мы взяли там порядка 15 автобусов массовки. Все это люди, которые здесь видны, они одеты, соответственно, это все, будем так говорить, актеры, их огромное количество, поэтому они были распределены, и поэтому такая красивая картина. Ибо снять аэропорт с реальными пассажирами, это просто невозможно. Вы видели, что все смотрят в камеры, и здесь это просто в принципе невозможно. Наверное, это же сказка, и вам удалось сделать вот из Москвы сказку, и ваш герой Николя, он, получается, тоже влюбляется в Москву, и тут находит свою любовь. Всем хочется красоты, и, может быть, как первый же рассказал, здесь нет социальных вещей, да, но показатель того, что общие человеческие ценности, они важны всем людям, во всех странах, этот показатель он и предопределил, что картину купили в 40 стран мира, и для телевизионного показа, да, и это большой успех нашего кинематографа, потому что это страны не только Европа, Америка, это Латинская Америка, это Китай, это Индия, это Сингапур и так далее. То есть оказалось, что людям такие картины нужны, и они греют сердце, и, конечно, всем хочется красоты, поэтому вам было приятно, я думаю, что для туризма эта картина сделала больше, чем если мы говорили, говорили о том, что вот Москва красивая-красивая, когда посмотришь фильм, то, в общем-то, хочется сюда поехать, потому что чувствуется, что здесь праздник жизни. Ну вот если все-таки порассуждать уже о том, чем может правительство помочь этой индустрии, я помню, что вам серьезную конкуренцию в прокате ставили именно американские фильмы, правильно? Ну, фильмы, которые, да, и американские, и российские, которые имели, производили сами дистрибьюторы, потому что если наше кино делало про богатырей фильмы, и оно катало богатырей, ясно, что катать нас они могли только в те сеансы, которые не нужны богатырям, и в этом, в общем-то, огромное противоречие и большая сложность, когда, в общем-то, ну, по большому счету, это несправедливо, да, но, тем не менее, это так. Что касается правительства и Министерства культуры Российской Федерации, сегодня есть программа поддержки, безусловно, и со стороны Министерства культуры они поддерживают фильмы, так называемые авторские, да, авторское кино. С другой стороны, происходят моменты, что Фонд кино финансирует фильмы, которые должны быть окупаемы российские, которые должны приблизиться, в общем-то, к зрителю с точки зрения его качества и восприятия. Существует один вопрос, который очень важный, и на который на сегодняшний день, наверное, мало кто может ответить. Кто ведет за собой общество, да, культура с точки зрения кино, да, или общество мы развлекаем как процессом развлечений в кинотеатрах? Это очень важный вопрос. Рассчитывать не на только ту часть, с которой пришли развлекаться, а на часть, которую пытаются вывести, это огромная часть, там, 65% населения, которые готовы смотреть добрые семейные, интеллектуальные, в том числе, кино, да, безусловно, на котором хотелось бы отдохнуть, а не выйти озабоченным настолько, что потом жить не хочется, да, именно эту часть населения мы, к сожалению, на сегодняшний день, кроме, там, анимационных американских фильмов, наших фильмов, там, богатырь, эти новогодние истории, мы практически вывести не можем в кинотеатры. Поэтому здесь задача определиться в идеологии того, что мы хотим. Как только мы определимся, сразу же появится инструментарий, каким образом сделать так, чтобы наше население имело доступ к фильмам, которые достаточно интересны и которые несут какие-то смыслы для нравственного поля нашего общества. В гостях у нас был Виктор Иванович Добросоцкий, автор сценария и продюсер фильма «Продавец игрушек». Спасибо. Спасибо. Самое хорошее. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.